Интересно, а кто это у нас здесь ходит? Я хожу. Здравствуйте. Здравствуй, дружок. Я рад тебя видеть в музее. А знаешь, кто я? Вы Иван Федорович Коновалов. Я ваш портет в музее видела. Я Иван Федорович, да. Когда я был совсем молод, мы с моими друзьями, туристами-краеведами, ездили по Каме, Яйве, Фишере, ходили по горам в поисках разных древностей. А пойдем-ка я тебе покажу нашу историческую экспозицию. Пойдемте. Пойдем. Только представь. Задолго до появления человека, здесь, где ты сейчас живешь, росли большие папоротники. Лискалось древнее море, а в нем жили всякие морские обитатели, брахиоподы, аулопоры, амоноидеи, трилобиты. И таких находок до сих пор полно в нашем крае, от Лысвы до Яйвы. Я про это море слышала. Это из него подами соли и калийные? Точно. Большие запасы калийных и магниевых солей. А вот и еще одна древность. С пятидесятых годов прошлого века здесь хранится. Это что? Челюсть от мамонта? Многие так думают. Но это не совсем так. Это челюсть трагантериевого слона. Ее нашли в Пыскаре, когда берег осыпался. А слон этот постарше шерстистого мамонта будет. Да что тут говорить. И чего только в нашем музее нет. Налево пойдешь. Жемчужины пермского звериного стиля найдешь. Направо пойдешь. Книги церковные, рукописные. Да шитье строгановское. Батюшка! Батюшка Иван Федорович! Что? Что случилось? Такое случилось-то! Ой, орел-то наш! Клюв раскрыл, крыльями взмахнул, да и улетел! Совсем из экспозиции улетел! Вот незадача! Птица у нас тут есть. Символ орла-городка. Что ж, надо идти искать. Да, батюшка, надо! Орел-то этот, по легенде, таким огромным был, что детей унести мов. А ты пока ступай вон туда, к Соленосу. Это, знаешь ли, персонаж очень интересный для наших мест. Скорей, скорей, батюшка! Ну, идем, идем искать. За реченька, ой, да, За реченька, ой, да, Здравствуй, красавица! Здравствуйте! Ох, затекла у меня шея от мешка-то! Ох! А сколько же он весит? Ну, пудов пять-то будет весу в нем. А сколько это в килограммах? В килограммах? Ну, килограммов восемьдесят. Вот ты так на меня смотришь, наверное, думаешь, что мы, Соленосы, здесь всю работу делаем, да? Ну, не совсем, не совсем. У нас на сользаводе у каждого работа-то своя. А одни вот робят трубы, рубят, чтобы по этим трубам потом рассол-то наверх доставлять. А другие вот вроде горных инженеров смотрят, думают, куда эти трубы-то установить, чтобы рассол-то крепкий, соленый добывать. А вот когда по этим трубам рассол-то наверх доставляется, там уже солевары смотрят, как соль выпаривается. В общем, много у нас в заводе работяг-то. И все вот до весеннего разлива воды торопятся дело-то сделать. Ну, чтобы по каме потом на баржах на ярмарку в Нижний Новгород мешки с солью доставлять. Ты баржу-то видела хоть раз? Нет. Ни разу не видела. Вот они баржи. Ну, пойдем покажу. Вот она. Вот. А какого размера она в жизни? Большая? Ой, очень большая. Вот на такие баржи мы грузим соль, да отправляем в Нижний Новгород на ярмарку. Вот так работаешь целый день от зари до зари. Устанешь, а домой придешь. Тебя жена ждет. Настенька, ну-ка давай-ка сообрази нам что-нибудь на стол. Накрой, моя хорошая. А ты давай попозже к нам приходи чай с баранками пить. Да почаще в музей заглядывай. Договорились? Да. Давай, беги, моя хорошая, беги. До свидания. До свидания, до свидания. Ну-ка, Наська, ушла она, иду к тебе. Чем почивать меня будешь, моя хорошая? Хорошая. А это? Вот это что-то есть, вот там, да. Слушай, Доня в этом спектакле, он что-то так переиграл. Я переиграл. Да, переиграл, переиграл. Поклонницы, братец. После Габлета успех такой, думал, на части разорвут. Графинька одна на неделе меня арестал. Нет, 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 тут немножко не так, там, знаешь, как похвалиться небрежно. Графинька там одна, ну. Графинька одна на неделе. Я, кстати, думаю, знаешь что, надо вот эту роль играть характерно, с надрывом, понимаете? Абсолютно с вами согласен. Надо сыграть так, чтобы весь Дедюкин сколыкнуло. Это, это же, это же драма. Да. Это нормально, да? Ну да, хорошую оборотку, кстати, можно оставить. Не то. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, что я вижу. У нас в музее гости, приятно, приятно. А мы тут спектакль грядущий обсуждаем. Да, театральная жизнь у нас в Дедюхине бурлит. Кружок, репетиции, постановки. А все меценат наш, самосадский Александр Алексеевич, управляющий солеваренным и содовым заводом господина любимого. Да, Александр Алексеевич много полезного сделал. Вот за это его и любят рабочие, и уважают. Ну, к примеру, самолично способствовал улучшению условий труда на заводе и увеличению зарплаты мастеровых. И школу, школу для детей рабочих, содового завода открыл. А подпечительницей в ней супруга его, Барбара Евграфовна. Великий человек. Да что говорить, в Европе учился, самого Менделеева знает. Самого Менделеева? Да. Да вы, барышня, не бойтесь, подойдите к нему. Александр Алексеевич, у нас гости. Вы уж ей про наш завод знаменитый расскажите. До свидания. До свидания. А все-таки ты там не доиграл во втором акте, а? Не доиграл. Все доиграл. Да нет, да, да. Нормально я все собираю. Нормально собираю. Историей интересуетесь, барышня? Очень интересуюсь. Похвально. Ну что ж, завод у нас интересный. Первыми соду в России выдавать стали. В 1883 году это было. Очень уж тогда наша промышленность нуждалась в ней. Вот Иван Иванович Любимов и построил завод. Меня пригласил управляющим. Я думал, что край здесь дикий, заброшенный. А тут, оказалось, столько интересных людей живет. Почти в каждом поселке или в селе театральный кружок. Благотворительные спектакли ставят. Но мы тоже стараемся. Вот, железнодорожную станцию построили. Поселок заводской. Глядишь, тут на Березовых островах еще целый город будет. Будет? Еще как будет? Это я точно знаю. Ну и хорошо. Ну, барышня, мне работать надо. А вы ступайте в советский период. Мне туда нельзя. Это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Старинный вальс Осенний сон Играет гармонист Вздыхают, жалуя с басы И словно в забытии Сидят и слушают бойцы Товарищи мои Что с вами? Ничего. Жалею я их Трудно не жалеть Да, мальчишки ведь совсем Уже все войной сбиты А это когда началась К нам Березники Ашелоны с раненым Стали поступать Девять госпиталей по городу Открыли Вот сколько раненых Мы устали Трудно вам Да это ничего, что трудно Ничего, что работает Трудно работать Мы с утками готовы Только вот нехватка всего Кровать видишь? Из дома принесли Место лекарств Право лекарственное Антисептик, мох Ну ничего По радио Он передает всем Нелегко И мы справимся Конечно В шахтах Вон и то женщины На заводах у станков Школьники Ничего Ничего Мы с ним Знаешь Театр юного зрителя Приехал из Ленинграда Говорят Хлеб на билеты Меня Такие спектакли хорошие Ну беги Мне к ним надо Берегите себя В будущем Не воюйте Я свежий ветер Огонь крылатый И наше время На циферблатах Пусть повезет нам В большом пути От равнодушия Себя спасти Нет струн у сердца Неопалимых А Ты задачки сочиняешь Зачем Учебник же есть Тут в учебнике Задания есть Конечно Но я хочу Про жизнь нашего города Задачки подкинуть Понимаешь Про березняки Про наш город сад Про то как космонавты Рядом с городом Приземлились Здорово Про стройки ударные У нас же новый Калийный комбинат Строят Чтобы они через математику Историю изучали Понимаешь Да Отличная идея Это очень креативно Кре Как? Ну Интересно Необычно Ну Давай сюда Свои задачки Смотри Октябрята Сделали для колхоза Ящики для рассады И посадили в них 30 семян капусты И 40 помидор Сколько всего семян Посадили Октябрята В ящики Отличная задача Слушай А почему у тебя такая форма? Это форма советской школьницы Платье и фартук Сейчас на мне белый фартук Мы его обычно по праздникам Или торжественным мероприятиям носим Например, 1 сентября Последний звонок 9 мая Или 7 ноября Какой красивый А в будние дни Обычный Черный Фартук Каждые выходные Мы отпарываем свои воротнички И манжеты Стираем их Гладим И снова пришиваем Чтобы в понедельник Прийти в школу Чисто И опрятно Отличное у вас правило Слушай А галстук зачем? Ты не знаешь? Это пионерский галстук Его повязывают на шее Тогда Когда принимают в пионеры Ну Не переживай Может и ты Когда-нибудь пионером станешь Это уж вряд ли Ну хорошо Мне пора К моим первоклашкам Пока И заловили мы птицу В сторону орла летел Домой Но ничего Поймали Иван Федорович А здесь Музей заканчивается? Музей Музей Он никогда не заканчивается Как и история 95 лет Березняковскому Историко-художественному музею А сколько еще впереди А сколько в архивах Интересного Такие клады Ты только почаще В музей приходи И каждый раз По небольшому сокровищу Унесешь На вот держи На память тебе Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Добавил субтитры